Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Сродники стартовал здесь же на Ставрополье в Пятигорске. И конечно жители и гости краевой столицы, вообще краевого нашего края Ставропольского были свидетелями, когда Олег Михайлович Газманов открывал этот фестиваль здесь на Ставрополье. А мы вели. А мы вели. Да. И сегодня действительно, точнее завтра случится вот то, чего ждали многие. Случится главное. Финал пройдет. Ребята прилетели волнуются. Вы видели конкурсантов? Я конкурсантов вижу уже не в первый раз. На разных концертах они выступают, не только на родниках. Вот. Некоторые из этих концертов я тоже веду. И ребята их прекрасно знаю уже. Просто все уже свои. Мы уже и на Тавриду вместе ездили в одном вагоне. И там выступали. И общались. И в общем, что только не делали. Поэтому ребята все классные. Они заряженные. Они музыкальные. Они творческие. Но любимцы уже есть? Нет. Все любимцы. Все любимцы. Ты что, думаешь, я по-другому когда-то? Вообще каждый артист любит только свое творчество. Давайте об этом. Да. Не правда. Вот Светлане нравится мою. Это точно. Я могу. Я знаю, вы пели даже до этого песня. Конечно, мы пели. Про гравитацию. Я еще и все спою. Это парами. Данцевали мы парами. Когда? Ну, сегодня отметим, когда мы финал конкурса. Отметим. Я теперь спою. Ну, финал завтра, если уж так говорится. Ну, хорошо. Завтра мы спою. Друзья, в эфире всех каналов наших социальных сетей завтра Светлана Зиналова поет песню парами. Ладно, хватит меня позорить. Давайте поговорим про конкурсантов. Давайте, да. Дело в том, что есть целый сайт, куда люди могут заходить, смотреть, слушать, голосовать. Да. И он очень посещаемый. И там, если смотреть статистику, она вот от момента начала просто росла в геометрической прогрессии, да. Родники.страна. Заходите. Точка сайта. Родники.сайт. Сайт, да, извините. Родники.сайт. Абсолютно верно. Там можно все послушать и за всех проголосовать. Там уже есть такая команда лидеров, которые вот будут как раз бороться за победу. Может, и за них голосовать, может, и все остальное еще послушать, потому что это действительно супер. Это не просто творчество там, знаете, как бывает, кто-то поет за деньги, кого-то муж заставил, у кого-то жена захотела петь, он там пошел, кто-то больше ничего делает, или кто-то вот случайно. А это от чистого сердца, по-настоящему, с полной самодачей, с попыткой рассказать все, что у тебя там, внутри, в твоей душе, и рассказать своими словами. И выясняется, что люди, которые вроде бы не профессиональные артисты, они не заканчивали там, не знаю, литературных вузов, не получали там грамоты, премии, не участвовали в каких-то там конкурсах и кружках детских, как и очень высокооплачиваемых родителями, да. А это просто талантливые люди, которые вот поймали вот это биение сердца и свое желание написать настоящий человеческий шедевр. А чтобы получился шедевр, нужно этого очень хотеть и вложить туда себя, свою боль, свою радость, свое переживание, свое счастье или свое несчастье, свое ожидание мужа с войны, понимаете, свое желание, чтобы наступил мир, свое желание, чтобы дети жили счастливо. Вот это желание, когда ты вкладываешь, получается настоящий шедевр. Там есть история, женщина, у которой муж на спецоперации сейчас находится, она очень хотела, чтобы песня попала в шорт-лист конкурса, для того, чтобы муж вернулся с фронта, чтобы с ней вместе спеть эту песню, завтра они ее поют. Вдвоем? Да, у меня мурашки по коже за это. Она обратилась ко всем людям, она сама написала, она простая русская женщина, вот россиянка, говорит, это россияне, помогите мне. И люди стали голосовать, песня вышла в топы, мужа ради этого отпустили на несколько дней, и он приедет, чтобы быть вместе с ней. Ну, это просто, это, это не просто ситуация, это сюжет. Придуман, срежиссирован, это такая жизнедеятельная шильма. Вы понимаете, что про это можно снять потрясающее кино, кино о настоящей любви. И не одно кино, на самом деле, потому что вот вся история конкурса «Родники» — это огромное количество человеческих историй, которые вот с этими песнями связаны. Кто-то написал песню своему другу, который находится сейчас в зоне СВО, кто-то написал своим каким-то бабушкам, дедушкам, которые воевали и так далее. То есть ребята, будут ребята с новой территории нашей, конечно. Да, будут ребята с новой территории. Это огромное количество именно человеческой истории, поэтому эти песни такие живые и настоящие, это очень важно. Эти песни писались не для того, чтобы там они попали в чарты какие-то, или чтобы там им за них платили деньги. Эти песни писались из человеческой любви, боли и надежды. Это важно. Это называется народная песня. Вы знаете, сколько живут разные песни, да, какие-то там рождаются, уходят, а какие-то остаются. В опале березка стояла, знают все. Я не думаю, что это самое гениальное произведение, которое когда-либо было придумано. Ну, хорошее. Да, но оно такое простое, оно такое наше, оно такое вот, что его сразу запоминают все дети, да, там, как про Катюшу. Все пели же в детстве Катюшу? Да и сейчас поем. Не до конца понимали смысл, с каких там границ, он где служит. Ну, знали наизусть. Ну, знали, конечно. Там были яблоки и груши, уходила Катюша и так далее. Все даже знают, последний куплет даже не все знают. Все повторяют первым. Давай, спой. Нет, ну как, отцветали яблони и груши. Отцветали? Это уже про нас с тобой. Уходила с берега Катюша. Уносила песню за собой. Или у Вадима. Да, я помню, пела тоже. Вот, пожалуйста, опять же, еще одна песня для вашего дуэта, я так понимаю. Да, да. Мы поедем с солями концертными. Однозначно. Я слушаю вас и поднял, но Светлана слушает сердцем песни, явно, да. Родион, как музыкант, все равно, ну так или иначе, вы оцениваете, понятно, вы не член жюри, но оцениваете с точки зрения, ну, ну, вы как музыкант, музыкантов оцениваете, не только сердцем. Спросите, кто из нас любит ушами. Я, конечно, для меня важно исполнение, безусловно, качество исполнения, но вот именно в этом конкурсе, именно в родниках я тоже стараюсь слушать сердцем, услышать, что человек вложил в эту песню. На самом деле я очень не завидую членам жюри, которые завтра выйдут на сцену, потому что им пришлось отслушать более 11 тысяч заявок из 75 регионов России, в том числе новой территории. Это и Иркутск, и Самара, и Саратов, и Ставрополь, кстати, очень много активно участвовало, и Москва, и Санкт-Петербург, в общем, вот от Москвы до самых окраин, как говорилось в одной из песен. Вы знаете, песни, она для того, что люди придуманы, для того, чтобы выражать все свои чувства, для того, чтобы человека поддерживать. Люди не могут без песен, даже самые не поющие люди поют. То есть люди могут не танцевать вообще. Люди могут, не знаю, не читать «Войну и мир» есть такие. Немало. И немало, да. Это что было занимать такое. Но люди не могут не петь, и все поют. Неважно, в каком стиле, в каком... Ну, поют все. И нет такого человека, который бы не пел. Потому что песни – это выражение человеческого «я». И если любого из нас спросить, каким бы суперталантом ты хотел обладать, я уверена, что половина народа скажет, я бы хотела петь, а половина там скажет, я хотела бы, не знаю, там, танцевать, да, и так далее. Чуть меньше скажут, что же рисовать. А может быть и... Писать песни тоже кто-то бы хотел, наверное. А те люди, которые пишут песни, потом неожиданно начинают петь. Ты не замечал такую тенденцию? Не замечалось такое? Ну, по-разному, по-разному. Это момент самовыражения. И в тот момент, когда ты поешь, ты можешь людям не словами, а своими эмоциями показать то, что ты по-настоящему чувствуешь. Ну, пережить, да, какие-то хорошие, не очень хорошие моменты в своей жизни тоже помогают песни. Абсолютно верно, да. Люди выходят, которые выйдут вот завтра на сцену, демонстрировать свои таланты, да, которые будут по-настоящему вкладывать туда не наученные, обученные, не поставленные, не какие-то там в рамки изогнутые, а настоящие живые чувства. И это очень важно. По поводу слов у меня всегда есть вопросы. Знаете, хорошо, что вот английские песни никто не знает, да, там, из языков. Поэтому слушай, ты слушай, что они там поют? Что-то красивое и мелодичное уже нравится. Да, не дай бог переведешь. Что-то логично, да. Да, что-то... Нет, давайте отдадим должное, есть хорошее. Ну, достаточно простые, давай так. Но богаче по языку, конечно, песни на русском языке. Однозначно на русском языке. Он мелодичнее, он богаче, он глубже, конечно. Не всегда слова совпадают, там, это бывает, но это никогда... Смотрение. Да, но это никогда не мешало песне стать хитом. В смысле, всегда есть самое главное. Значит, припев. Либо припев ложится на ухо людям, и они сразу начинают его петь, тогда песня становится хитом. И она должна быть достаточно простой. Чем сложнее песня, тем сложнее стать хитом. Чем легче песня, тем быстрее она идет в народ. Я когда на радио работал, у нас прям так и ставили. У нас прям говорят, что ты мне ее сначала поставил? Ставь с припева. Если припев есть, считай, и все будет. Вы прослушали краткий курс хит-мейкера от Светланы Зинамовой. Как написать песню, которую полюбят? Нет, на самом деле, это правда, да, но эта формула известна, но на самом деле, вот, многие песни, которые я знаю, которые стали хитами, они в эту формулю не попадают. Никогда не знаешь, как это происходит на самом деле. Что случилось, как случилась эта магия? Люди, которые говорят, что мы сейчас напишем песню, которая точно будет хитярой, и она не заходит. Люди говорят, что... Нет, нельзя написать хит специально. Конечно. Я делаю великое. Ах! Нет, так не происходит. Ну, хиты родятся на этом фестивале. Да, там есть... Давайте не будем говорить. Многие крепчайшие... Я скажу, я скажу. Нет, я скажу. Там есть крепчайшие песни, просто крутейшие песни, которые обладают всеми признаками хита для того, чтобы этим хитом стать. То есть, можно там... Нельзя сказать... А музыкант музыканту завидует? Вот есть какое-то чувство такое, которое тебя... Ты вот слушаешь, классная песня, классная... А вот... У меня чувство... У меня чувство, вот, мне бы так, да, и я сразу... У меня есть стимул, и я иду писать новые песни. Но, как я сказал, да, здесь есть песни, которые обладают всеми признаками хита, и, конечно, нельзя сказать на сто процентов, что песня станет хитом, но предпосылки все для этого есть. Конечно. Я просто слышала тоже нескольких ребят, я тоже была уже с ними знакома. Это потрясающие люди, прежде всего, и у них шикарные песни. Я думаю, что их будут петь. Будут петь в Ставрополе, в том числе, на этом фестивале. Сколько человек, участников приехали в Ставрополь, если есть такая цифра? Я, честно говоря, не знаю. Там много нам рассказывали, я, честно говоря, просто не помню, не буду врать. Ну, завтра это все. Говорите на весь Ставрополь и на эту страну, да. Завтра мы узнаем, да, сколько финалистов. Огромное количество человек. 26 номеров у нас в финале, это именно вот обойма финалистов, которые будут... Те, кто прошли финал, те, кто завтра сражаются. Но там есть уже другие люди, которые как бы не прошли, но их там было очень много в предыдущих турах. Я просто не знаю, сколько их конкретно приехало, и там прям командами они приезжают. Они имеют возможность ведь не только показать себя, но пообщаться и научиться. Насколько я знаю, проходят мастер-классы, они общаются с музыкантами, с членами жюри. И это, мне кажется, самый главный подарок для них, потому что тут, наверное, все-таки тот случай, когда не в подарках и не в счастье. Важный момент, они не только общаются с жюри, они общаются друг с другом. Более того, я знаю, что у них вот в этом процессе, в процессе общения на конкурсе родники, на сайте, в поездках, куда они уже ездили выступать, у них возникают коллаборации. И это очень круто. То есть пишутся, благодаря родникам люди друг друга узнают, встречаются, начинают вместе что-то писать. Есть группа, опять же, вот на конкурсе, ребята, которые друг друга ни разу в жизни не видели. Они писали все песни через интернет. И они впервые встретятся вот завтра на сей. Через WhatsApp друг друга переселены. Мы не говорим о WhatsApp. Не, ну говорим, но делаем пометку. Это же метод, это же метод. Вы сказали, но вы не обращаетесь внимания. Хорошо, через мессенджеры. Через мессенджеры. Через популярные мессенджеры обменивались. Я, вы знаете, еще сейчас, я слушаю, Родион, и понимаю, что вот, ну, мы давно работаем, и так давно, что я сейчас понимаю, что, окажется, что вот только начали, да? Что все время говорят, вот, молодой, талантливый артист. И завтра я буду стоять на сцене, где он не будет молодым, а там будут такие молодые стоять рядом с тобой. А ты уже будешь опытный, убеленный, сиделый, мэтр. Ну, не сидел, мы так прям сидел. А вот, ну, да. Но мы это мог бы уже посидеть, кстати, радио. Мэтр, которому есть чем поделиться, конечно же, это, знаешь, как говорят, знаешь, как называют, в кино, как называют музыканты невысокого роста, известного музыканта невысокого роста, короткий мэтр. Короткий мэтр, да. Понятен, есть, есть вот такой. Ну, еще раз хочется сказать нашим телезрителям, и так будет жюри, который выберет победителей. Идет народное голосование, да. И, возможно, мнение жюри, мнение народа не совпадет. Такое может быть, действительно. Есть отдельная номинация, народное голосование. Народное, да, продолжает голосовать. И голосуют, как я поняла, очень активно. И завтра мы узнаем, собственно говоря, имена победителей. Что будет. Я хотел бы вставить момент еще один. Завтра в течение выступления всех участников, во время самого выступления можно голосовать за участника. И также после выступления конкурсантов, еще полчаса, когда будет жюри принимать решение, и будет идти подсчет голосов, еще полчаса можно голосовать за любого кандидата. Это важно. Поэтому, ребята, если вы будете смотреть, а вы будете смотреть, обязательно голосуйте за ребят, которые вам понравятся. Будет трансляция, конечно же, да, завтра, 15-го числа, все будет происходить, финал. 16-го числа тоже еще одно мероприятие, где тоже вы будете ведущими. Это уже будет гала-концерт. Это будет гала-концерт, да. Где можно будет всех услышать. Это действительно... Ставрополь очень любит такие мероприятия. Нас, конечно, у нас очень часто мероприятия проходят, большие, и студенческие, и детские, и школьные, и весны тоже, да, у нас проходят. Мы как-то привыкли принимать. Но что касается патриотической песни, это наш любимый формат, судя по всему. Это не единственный фестиваль, который здесь проходит. Поэтому все ждут. Все ждут, и я думаю, что... Но мы надеемся, что мы вас всех удивим, серьезно. Конечно. Потому что там будет красивая... Благодарная публика. Я даже не сомневаюсь. Ну и вопрос, который я не могу не задать. Как вам Ставрополь все-таки, да? То, что вы уже успели увидеть из окна. Из окна такси, да? Из окна такси. Была мечта у Светланы посетить. Да, но я только начала. Подождите. Я только в начале посещения и открытия для себя Ставропольского края. Потому что он уже большой. И я с детства помню, это хлеборубок Ставропольского края. Да, да, да. Засыпали в закрома Родины. Вот. Поэтому мне надо съездить, посмотреть, что за закрома у моей Родины. Съездить, посмотреть Ставрополь. Город большой. Я вот не уверена, что за три дня весь город посмотрю, да? Нет, нет, вполне возможно. Посмотрите, только приехала в город, сразу нужно залезть за закрома. Ну, конечно. А то, мало ли, все надо по сусекам поскрести. Посмотреть Ставрополь. Да, и Ставрополь. Потом двинуться туда дальше, посмотреть, там, Кисловодск, Сентуки, Пятигорск. Там много свободного времени. Ну, нет. Нету, поэтому нету. Надо найти время и посмотреть, несомненно. Действительно, очень красивый город и очень красивый край. Резин просто больше и чаще, ну, по крайней мере, на Кабинводах. И плюс сегодня у нас аэропорт стал очень популярен в последнее время. Да, в силу данного времени. Проездом, наверное, вы уже бывали. У вас уже новый строится. Я говорю, что за стройка такая? Они говорят, строит новый большой аэропорт. Ваши ожидания не от Ставрополя. Ваши ожидания, ваши личные. Я понимаю, что когда ведущий соглашается быть частью какого-то большого праздника, большого фестиваля, я надеюсь, что всякий раз это такое внутреннее принятие. Это все-таки фестиваль с большим смыслом, с глубоким. Это не просто проходное мероприятие. Сюда надо приехать с открытым сердцем, как и все эти исполнители. Когда вы соглашались, когда вы ехали, с какой мыслью, с какими чувствами вы будете выходить на сцену? Ну, я первая, давай отвечу. Во-первых, вот все, что вы сейчас сказали в вашем большом вопросе, это и есть абсолютный правильный ответ на вопрос. Какие наши ожидания? Такие, что люди будут плакать и смеяться. Когда они будут слушать эти песни. У них будет столько чувств, что их души будут становиться лучше. А когда люди становятся лучше, жизнь становится лучше. У нас непростые времена. Они были, и есть ощущение, что в ближайшее время они непростыми и будут. Но от того, как мы их пройдем, с гордо поднятой головой, уверенной в себе или неуверенной в себе, от этого зависит все наше будущее. И я абсолютно уверена, что наш народ в нашей стране, многонациональный, многоконфессиональный, прекраснейший народ, удивительнейший народ, такого, где нет нигде ни в одной другой стране, уникальнейший народ, еще раз повторюсь, он должен идти всегда с высоко поднятой головой, с песней. Уверенность, что все будет хорошо. Мы все сделаем, мы все пройдем. Ну, бывают трудные времена, но это значит, как мне всегда подруга говорит, это испытание перед большим счастьем. Это абсолютно так и будет. И без песни это пройти невозможно. Невозможно жить без искусства, без танца, без театра, без изображений, без кино, без цирка, без любого. Искусство невозможно, потому что оно дает человеку, так вы знаете, паузу в ежедневной беготне, когда ты выдыхаешь, вдыхаешь, и вдруг начинаешь чувствовать в себе новые силы. Дальше жить, бороться, любить и петь песни про нашу огромную, великую страну, лучше которой нет. И становишься чуточку лучше, всякий раз, каждым новым словом. Да. Я не умею коротко, это моя проблема. Это круто. Есть еще часа полтора, я вам расскажу сейчас про страну. Боже, я сначала. Я вот каждый раз, когда я каким-либо образом соприкасался с фестивалем, я видел, как он заряжает и заражает людей, которые имеют к ним какое-либо отношение. У них горят глаза. Начиная от организаторов, членов жюри, заканчивая режиссерской постановочной группой, и ребят, которые занимаются пиаром фестиваля и так далее. Они все одухотворены. Они верят в то, что они делают очень крутое дело. И это важно, это правильно, это правда. И вот завтра мы будем вести фестиваль именно с такими же горящими глазами. И можно я добавлю, я вот еще говорила, забыла сказать. У нас сейчас такое время, когда все сидят там, в свои телефоны уткнулись, понимаешь, и всем кажется, что самое интересное, что ты можешь посмотреть. Нет. Ну, фотографии еды, собачек, платьев, накачанных ягодиц, котиков, вот это вот все. И вот люди вот это... А это не жизнь. Это такая эрзация этой жизни. Это даже, не знаю, это обманка. А настоящая жизнь, она вот здесь. Я еще, люди, многие не понимают, что такое настоящее. А вот оно, настоящее. Вот она, настоящая любовь. К себе, к родине, к своей земле, к окружающим людям, к жизни. Вот она, настоящая жизнь. А не то, что ты там что-то там ковыряешься и какой-то фигней занимаешься. Вот это и есть настоящая жизнь. Вот я послушала вас и поняла, да, на таких фестивалях не бывает случайных людей. Нет там случайных участников, тех, кто просто нажал на кнопку, потому что везде участвуют. Нет случайных людей среди членов жюри, уж тем более среди организаторов. И не случайно ведущие, как вы поняли, которые прониклись, поют вместе песни. И я уверена, и завтра, и послезавтра станут действительно частью большого, грандиозного праздника, который вы нам подарите. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Знаете, что еще? Программа уже закончилась, я уже понимаю, но я не могу не добавить. Вы знаете, мы вот росли, я ребенок 90-х, когда было все страшно, разгромно, что-нибудь было непонятно, переломы. И все, Советский Союз пал, пока Россия собралась. И нам еще все это расклебывать и расклебывать. И нас не учили, как важно себя любить и уважать. Уважать себя и свою страну, свои песни, свои таланты, свое искусство. Все свое. Нам все время казалось, что где-то там что-то лучше. А вот наши, и нас не учили любить. И когда я вижу сейчас поколение, например, там, моей дочке одной 14, второй дочке 5. И она идет и говорит, мама, а почему у нас дома нет флага? Я такая говорю, я говорю, беру, а это 9 мая, она говорит, ну, мы же пойдем на 9 мая, она говорит, да, надо купить флаг. Мы с ней пошли в концтовары, купили флаг, причем долго торговались за размерами. Я говорю, подожди, но он большой, мы его не растянем, дай поменьше. Короче, купили, повесили у нас дома флаг. Потом, значит, она говорит, нет, ну, этот флаг дома, чтобы висел, мне еще нужны флаги для улицы ходить. Флаг на выход. Флаг на выход, все правильно. Да, мы взяли, значит, флаги и ходили с ней, значит, и 9, и 10 мая. А потом она говорит, а почему я не могу просто ходить, у нас такой красивый флаг. Я говорю, можешь. И она его повесила на велосипед и катается. И там кто-то что-то ей говорит, ты что с флагом? Она говорит, а он красивый, это флаг моей страны. Вот ей 5 лет, она говорит, я хочу кататься с ним. Я ее только не останавливаю, я ей говорю, так и надо. Потому что это наша страна, это символ нашей страны. И любить, и уважать, оно начинается вот с этого времени. Когда тебе 5 лет, и тебе мама говорит, наша страна самая лучшая. Запомни, что бы ни было, ни происходило, она самая лучшая. Вот наши дети будут лучше нас, и они уже показывают. Надеюсь. Многих нас могут научить, да, как себя вести, действительно, да, что, как любить, как показать свою любовь. И показать свою любовь к родному краю, к родному городу, к своей стране. Можно будет завтра и послезавтра, жители нашего города. И те, кто в эти дни будут у нас специально или случайно, наверняка придут по возможности, или посмотрят онлайн-трансляцию, которую можно будет посмотреть. Спасибо вам, что вы приехали в наш город, что вы нашли время. Спасибо, что делитесь своими знаниями, своим опытом. Спасибо вам большое. С конкурсантами, которые будут участвовать. Ну и спасибо за то, что нашли время и пришли к нам в гости. Спасибо. Я напомню, моими собеседниками сегодня были телерадиоведущая Светлана Зейналова и Родион Газманов. Спасибо вам большое. Удачи и надеюсь, до встречи в эфире. До свидания. Мы только будем ждать. Спасибо. Спасибо.